Отметили Новый год в красно-белом цвете. В Люберцах прошел большой футбольный турнир, организованный школой «Спартак». В нем приняли участие 19 команд со всего городского округа. Красно-белый Новый год – это большой спортивный праздник. Целый день на арене «Триумфа» свое мастерство показывали 220 воспитанников из ведущих футбольных школ «Люберец». Со «Спартаковцами» сыграли команды клубов «Торпеда», «Звезда» и «Урожай». Задача и цель нашего турнира – это популяризация детско-юнического футбола как в стране, в целом, так и в «Люберецком округе». У нас нет проигравших. У нас все победители. Это футбольный фестиваль. Наша основная задача – это сделать так, чтобы ребенок с удовольствием занимался спортом. 12 команд из школы «Спартак» и 7 приглашенных в «Люберецких составах» по олимпийской системе сыграли десятки матчей. На поле вышли хоть и юные, но талантливые игроки. В семье Кирилла Ширяева футболом занимаются все. Несмотря на юный возраст, он отлично знает, чего хочет. Я обожаю технику мяча, люблю высоко бить и всякие финты вытворять. Это для меня экстрим. У меня мечта – ставить капитаном самой известной команды «Спартак». «Спартак» – чемпион! Занимаясь с детства спортом, можно заложить фундамент большого будущего. Так о своей школе говорят спартаковцы. Только в «Люберцах» под красно-белым символом работают три филиала. Клуб воспитывает юных футболистов 6 до 14 лет. Но, по словам основателей, главная их цель – не только обучение будущих игроков для профессиональных лиг, но и воспитание. Если мы вкладываем в них сегодня то, что они должны быть добрые, порядочные, активные, спортивные, дружные, правильно реагировать и на победы, и на поражения, то мы на это больше даже уклон делаем, чем на спортивный результат. Но вот какими они станут людьми, мы на это обращаем внимание. Красно-белый Новый год хоть и прошел без поддержки болельщиков, но не отошел от главных традиций фестиваля. Все футболисты получили именные медали – мячи и кубки.